Дарова! Эээ, Триборн! У Содерлинга вышел новый ролик, называется «Пасхалки на Рика и Морти в других мультфильмах». Давайте его посмотрим. Уверен, будет офигенно, как обычно. Погнали! С вами Содерлинг, и сегодня... Всем привет! С вами Содерлинг, и сегодня я расскажу вам про все пародии и отсылки на Рика и Морти в других мультсериалах. К примеру, в пятом эпизоде восьмого сезона «My Little Pony» в огромной очереди на дикие си... Интересно, как вообще пони сидят на стуле? Чуть-то невозможно, по-моему, почти. ...в последний день перед его закрытием. У Рика кьюти-марка в виде зелёного зелья, а у Гейзенберга, к слову, какие-то синие кристаллики. Какие-то? Мы-то все с вами знаем, какие! В 10 серии 26 сезона «Симпсонов» Гомера засасывает в телепортационный портал, и прежде чем испариться, он произносит... Это коронная фразочка Рика Санчеза из первого эпизода второго сезона, которую можно услышать лишь смотря сериал в оригинале. Произнеся эту фразу перед перемещением, Гомер буквально-таки отсылается к мультсериалу, который целиком и полностью посвящён межпространственным путешествиям... Возможно, вполне согласен. ...керез подобный же портал. Но понять эту паскалочку можно лишь смотря мультсериалы на английском. А я уверен, сейчас будет интеграшка, связанная с тем, что... ...изучаете английский язык? ...и в изучении... Я ж сказал, но это было просто мега логично. Я не заглядывал ещё в описание, поэтому не надо говорить, потому что... ...посмотрел сначала, а потом, блядь, выёбывается. Не, не было такого. Не было. Так, вот. ...ссылочка в описании. В третьем эпизоде десятого сезона Робоцепа... Робоцепп. ...в заставку сериала решили стилизовать под интро... Блин, когда я смотрел раньше Робоцепп некоторые серии, а он так срадо выглядел, сейчас графика прям неплохая такая, на самом деле. ...это шоу SNL. Всех основных персонажей представляют, называют их имена и... ...внезапно безумного учёного называют Риком Санчесом. Они действительно внешне очень похожи. И некоторые фанаты даже предполагали, что этот учёный на самом деле Рик. Однако же его настоящее имя Фрис Кюнер Мёрдер... Ну и имя, конечно. ...это просто отсылочка. Также в последней серии девятого сезона на несколько секунд нам показывают офисы Дау Свим, по которому Катис и генеральный директор канала. Ага. И в этот момент он проезжает мимо постера Робоцепп, Абу Джека, Гриффинов и, собственно, Рика и Мортис. Ага, окей. ...с первой фразой дедуля. Ещё одно фирменное словечко учёного можно заметить на блокаде в школе Джесси Юмолока в первом... Чё за мультик такой? ...эпизоде Солнечных Противоположностей. Сколько я смотрю Содерлинга, а этого мультика, по-моему, он ещё ни разу не упоминал. Либо я уже забыл. Но что вряд ли. Хотя вполне возможно. Швифтанутый живой джаз в эту пятницу. Чего? Это отсылочка к пятой серии второго сезона Рика и Морти. О да! Давай швифтанёмся! И такие пасхалочки неудивительны, ведь Солнечные Противоположности это попросту новый мульт Джастина Ройланда. А, ну, это, я так понял, создатель Рика и Морти, да? Раз он так сказал. Ну, естественно, если это так, то грех было бы не использовать, ну, не сделать пасхалку на свой старый мульт в своём новом мульте. Потому эти сериалы столь похожи по рисовке, атмосфере и юмору. И потому в третьей серии первого сезона, среди множества фотографий в кабинете, где Корво выбирал актёров для своего трюка, можно заметить Морти и самого же Джастина Ройланда. А также в шестом эпизоде, когда Патрисия уничтожает все мужские бер... Чё-то как-то много пасхалок. ...ферлоги в городе. Среди разрушенных домов и раненых тел можно заметить картину сексуальной Саммер с распущенным... Кстати, я сначала её не заметил, я смотрел на чувака, у которого... Ха-ха-ха! Ааа, как это называется? Скруг для дарца, короче, в спине, это жесть. ...волосами. Какой же это могло быть? ...ссылочка была во второй серии Косморубежа. Убегает солдат Лорда Командующего, Гэри Авоката решает украсть стоящий неподалёку корабль, чтобы поскорее сюда свалить. Ну, выглядит интересно, на самом деле. Однако же тот улетает, и прямо за ним стоит летающая тарелка Рика Санчеса. Их главные герои было вознамерились хотя бы её... Я сейчас знал, взорвётся, да? ...выкрасть. Так Рик и Морти... А, тоже улетают. Ха-ха-ха-ха! Там куб какой-то остался. ...тоже улетают прочь. Большой такой намёк на связь их двух вселенных. Угу. Но поистине связан с Риком и Морти мульт Gravity Falls. Серьёзно? Не знал. В седьмом эпизоде второго сезона включённый портал выхватывает из рук стена кружку, ручку и блокнот, которые затем вылетят из одного из порталов в десятой серии первого сезона Рика и Морти. А, такая всего лишь связь, но в любом случае это прикольная отсылка. Да. Ведь создатели этих сериалов большие друзья в реальной жизни. Блин, это интересно на самом деле. О, там Фанка стоит. Вон ещё Фанка. Блин, классная комната. Столько много стеллажей и они полупустые, если честно. И потому постоянно друг другу отсылается. В выпуске о пасхалках на Gravity Falls в других мультсериалах я вам показал, наверное, с десяток отсылочек в Рике и Морти. И Алекс Хирш тоже не остаёт, несмотря на то, что Gravity Falls уже закончился. Угу. В третьем дневнике на разворот... О, там ктулхо. ...воте со всеми странностями городка, который удалось обнаружить Форду, можно заметить силуэт Плюмбуса из восьмого эпизода второго сезона... Ээээ... Это что за херня? ...изегирионцы из четвёртой серии первого сезона. Это была Верджайна, что ли? ...также на плакате о розыске Форда можно обнаружить шифр, который переводится как «Здесь был Рик». Забавно. В комиксе «Потерянные легенды Gravity Falls». Среди всех воспоминаний, продаваемых на чёрном рынке Кроуспейс, можно заметить колбу с именем Рик Эс. А также среди множества версий Мэйбл в альтернативном из... Это комикс? О, там, блин, это как его? Эээ... Открой мир с волей. ...измерение на заднем плане можно заметить Морти Мэйбл. Это... Что-то как-то прям очень странно, она там... Глаза только торчат. ...это реально существующий персонаж во вселенной Рика и Морти. Я бы, наверное, даже не заметил её. ...сестра-близнец Морти Диппера, мелькавшая несколько раз и в сериале на фоне и в игре Покет Мортис. В девятнадцатом эпизоде четвёртого сезона «Всей правда о медведях» Чарли, став человеком, путешествует по различным измерениям. Подводный мир, вселенная времени приключений, реальность, где все, кроме него антропоморфные звери, или дети, или матрёшки, или слишком... Всё, серьёзно, живые матрёшки? ...реалистичные и в один момент он попадает во вселенную, в которой телефоны используют людей в качестве телефонов. Это чё за бред? Чё чувак курил, блин? ...кто отсылает нас к подобному же измерению из десятой серии первого сезона «Рика и Морти». В тридцать шестом эпизоде пятого сезона «Удивительного мира Гамбала» главный герой попадает в кукольный мир, где приветствует... Я показал сначала эту ногу, он хотел свою ногу дать ему в рот. ...сех своих старых знакомых, в том числе кричащее солнце Сэмми. Это ссылочка к одному из главных мемов второго сезона «Рика и Морти». А я думал, где я это видел? Небольшая пасхалочка была и в семьдесят шестой серии «Бентен Омнимус». Когда все члены экипажа базы собираются вместе, Рук говорит... Хоть Брик и Морти это на самом деле просто местные балванцы, но сочетание этих имён в контексте... Ну да, очень похоже. ...пришельцев и научной фантастики это несомненная ссылочка. Да и кто знает, может это их очередное приключение на двадцать минут, только в этот раз в виде балванцев. Так же Рик и Морти побывали во вселенной «Луни Тюнс» в новом... Ну я не посмотрел конечно ещё этот фильм, и вряд ли буду после обзора «Чака ревью». В космическом джеме они самолично появились в виде небольшого камео. В тот момент, когда Бакс и Леброн ищут себе игроков в команду, к ним подлетают знакомые нам дедули и внук, притащившие к ним таза. С их же слов они экспериментировали над «Отсманским дьяволом», но говорят, что теперь уж его состояние, увы, необратимо. И стоит отметить, что озвучил Рик и Морти здесь сам же Сындук. Неплохо так. Как мне стереть всё это из своей памяти? Теперь он ваша проблема, балбесы! Ну что ещё удивительнее, в девяносто второй серии детского мультсериала «Котики вперёд» Чё за мульт? Никогда не видел. Ну да, это Ёш Рик. Внезапно появляется изобретатель в белом халате с голубыми волосами, с траконичной прической и тоже озвучил Рик. Это, это, типа, две, эээ, здесь две отсылки, как будто Ёш Рик и ещё Соник. Ха-ха-ха-ха-ха. Ученый сындуков. Ну он же, типа, тоже синий. Ну это, конечно, вряд ли, это просто моё СПГС. Дэллу и серию, подобревший Рик Санч из тела ёжика без единого мата и отрыжки, помогает котятам перевоплощаться в различных животных. Чем только Рик не занимается. Ха-ха-ха-ха. В «Юных титанах вперёд» тоже, оказывается, было несколько отсылочек Рику и Морти. В восемнадцатом эпизоде второго сезона появляется персонаж по имени Скэрри Терри, который по ночам пугает Киборга, а затем и других героев. Красная кожа, жёлтые глаза, запугивание один кошмар за другим, прыжки по разным локациям гипотетического сна и желание казнить «Юных титанов вперёд». Всё это, очевидно, ссылает нас к Скэрри Терри из «Рика и Морти». Кто это такой? Да это же, как бы... Это, это отсылка на этого, как его, Фредди Крюгера. И то, и то одна большая пародия. Это что, отсылка в отсылке? И ещё раз в отсылке? Или как там, не знаю? Родик Фредди Крюгеру, однако же одинаковое имя, Скэрри Терри, говорит о вдохновении именно «Рика и Морти». Ну, возможно, да. В девятнадцатой серии пятого сезона для роли монстра пародии на «Очень странные дела» созда... Это «Очень странные дела»? По-моему, это была пародия на «Инопланетянина». ...позаимствовали дизайн временного копа из первого эпизода второго сезона. Он прям такой же, только зелёный, прикиди, из восьмидесятых. А ещё у «Юных Титанов вперёд» есть даже своя версия антологии межпространственного ТВ. Только с «Бэтменом» и «Гордоном». А вот Сьюи из «Гриффина» вообще решил стырить портальную пушку «Рика» в тринадцатой серии девятнадцатого сезона. И нисколько не стесняется этого. И это, кстати, ещё и отсылка на «Терминатора». ...позаимствовал у «Рика и Морти». Они же много у нас слезали. Серьёзно? Вот используют её, ребята, как-то не по назначению. В качестве машины времени. Несмотря на то, что сам Рик по максимуму вечно избегает путешествий во времени. Также в третьем... Ну, так это же «Гриффины» и вообще на всё насрать, мне кажется. В эпизоде семнадцатого сезона показывают небольшой скетчик того, как взрослый отец смотрит «Гриффинов», а вот его подрастающий сын утыкнулся уже в «Рика и Морти». Он так говорил, когда я был твоего возраста. Соткнись, папа! Я смотрю «Рика и Морти». Какой добрый парень. В восьмой серии тридцатого сезона «Симпсонов» Гомера общается с директором Google Disney. Огромной корпорации. Фига... Ой, господи, надеюсь, они это тоже не предскажут, потому что Disney сейчас «Фокс» купила. За 70 лишних миллиардов, по-моему. Если Google купит Disney... Disney, блин. Либо Disney купит Google, это будет вообще какая-то мега жопа, мне кажется. Выпускающий аж 500 различных сериалов. И среди всеобщего списка... «Витал Виапон», о, я помню, этот сериальчик. И фильм, помню, но я его, по-моему, не смотрел. Помнишь его количество... Ладно, не буду всё читать, потому что там очень много всего. Известных всем шоу можно также заметить чуть видоизменённый логотип «Рика и Морти». Ага, видел. Во втором эпизоде 29 сезона, когда «Симпсоны» проходит мимо кабинета в Спринфилдского колледжа, в одной из открытых дверей можно заметить пьющего Дэна Хармона, одного из создателей «Рика и Морти», который объясняет студентам принципы работы «Круга Хармона». Той самой схемы, которая в шестой серии четвёртого сезона следует игрушечной «Рики и Морти», дабы выбраться из поезда истории. Я, блин, когда смотрю на их глаза, у них зрачки какие-то кривые. Меня это постоянно такой... А-а-а! Как-то немножко напрягает. Однако же крупнейший кроссовер «Симпсонов» с «Риком и Морти» произошёл, конечно же, в диванной заставке 22 эпизода 26 сезона. Прозвучало как «Диванный эксперт» какой-нибудь или «Диванный воин», «Диванная заставка». Ха-ха-ха! Дедуля с внуком ненароком приземлились прямо ку... Охренеть! Ха-ха-ха-ха! Что с ними случилось? ...на дом жёлтой семейки и напрочь её расхвачили. Жесть. Так. Что такое? Что такое? Неудивительно, что на заднем плане там бродят Кэнки Котос. А пока мальчик восстанавливает Симпсона, Фрик не то что не прибирается в доме, а просто ходит и тырит всё, что под руку попадётся. Прогатку Барта, игрушку Красти, бусы Марш... Ха-ха-ха! Ещё я, блин, позировал. Ха-ха-ха-ха! Сафон Лизы, скейтборд Барта, мишку Боба, куклу Бонга, напивается Даффа и ещё и замораживает Фландерса напоследок. Короче, Рик и Морти нагадили как только могли. По-лински, никаких больше приглашённых аниматоров! Ха-ха-ха-ха! Как это грипово выглядит, жесть! Ещё одна крупная бродия была в шестой серии третьего сезона Полиции Парадайз. Не знаю про такой мульт. Хобсона в этом эпизоде увольняют из сериала за всю ту фигню, что он вечно вытворяет. И тот отправляется играть в других мультсериалов. Сперва он примерил на себе роль гормонального монстра из большого рта в боссе-молокососе. И начал задвигать малышу о половом созревании. Не вышло, потому Хобсон стал теперь Морти. Фанаты сериала говорят, надо иметь высокий... Какой-то слишком старый Морти, не? Уровень IQ, чтобы это смотреть. Все свои гадости и извращения старик называет теперь метафорой, из-за которой таится глубочайший смысл и требует Эмми. И, к сожалению, даже Рик не сумел выдержать Хобсона. Нихрена себе. На этом сегодня все. А сейчас можете посмотреть 100 фактов Рикки и Морти, о которых вы не знаете. Я пока не буду, наверное, смотреть, потому что я вообще ничего не знаю. Надо сначала посмотреть сам мульт. Я трудился над этим видео несколько месяцев. И там много чего интересного. А с вами был... Видос получился прям очень интересный. Я что-то как-то никогда особо не хотел смотреть Рикка и Морти. Но все-таки думаю стоит это сделать, потому что очень много людей говорят, что классный мульт. Содерлинг делает на него вот такие посалочки. Если на него делают посалки другие мульты, то... Говорит это о том, что мульт реально классный. Надо бы, наверное, как-нибудь глянуть его. Может быть, на Твиче когда-нибудь, если его восстановят. Надеюсь на это. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие вас ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Риборн. Спасибо за просмотр. Пока!